всем доброго времени суток всем привет готовлю салат крабовый готовим рис сперва для начала 100 грамм отвариваем на среднем огонечке как закипит я даже еще прикручу конфорочку 100 грамм риса пол литра воды закипела прикрутили отвариваем яйца кипящую воду отправили 10 минут кипятим и вынимаем яйца в холодную воду отправляем их чтоб чистились хорошо отварили яйца почистили рис тоже откинули на дуршлаг готово в яйца нам надо один зубчик чесночка это у нас будет первая начинка вторая начинка это я так примерно говорю рис ну и майонез сюда добавим пару ложечек чтобы рис не был сухим ну и конечно же нам понадобится любой красной рыбки у меня семга 150 160 грамм крабовые палочки хорошие берите 200 грамм одна упаковочка палочки мы натрем один зубчик чесночка маленький палочки тоже на трем на терке рыбу будем нарезать ну конечно же красиво укладывать уже на наш тортик также нам понадобятся огурцы 4 штучки это 200 грамм по весу мы их нарежем натирать не будем сыр мы натрем на терке плавленый один зубчик чесночка натрем на терочке один достаточно для аромата для запаха сыр обычный дружба ну или ваш любимый берите соль щепоточка майонез одна большая упаковочка 400 грамм по весу это нормально это немного если боитесь вообще не делать никакой салат вот и все также нам один букетик понадобится в свежих листьях салата вот такой вот для украшения сверху ну и для вкуса будет тоже неплохо вот такие тортильи 1 упаковочка тут 6 штучек вот таких вот они бывают по размеру больше бывает меньше вот таких вот 6 штук нам понадобится тут у меня диаметром 20 сантиметров вот такие вот небольшие тортильи лепешечки также нам понадобится сливочный сыр у меня рикотта 200 грамм баночка можете любой сливочный сыр взять сливки для взбивания не меньше 33 процентов у меня 35 но вы на это не смотрите главное берите проверенный чтобы взбивались хорошо отправляем 2 ложки майонеза в наш рис вот так все это перемешиваем начинка готова чесночок и яйца натираем на терке чеснок на мелкой терочке вот так вот но яйца на крупную отлично добавляем майонез соль по вкусу я слегка присолила одну с горкой хорошую так майонеза достаточно перемешиваем 2 начинка готова вот так готовим третью начинку сыр натрем на терке чесночок тоже чесночок как обычно на мелкой терочке ну а сырочек на крупной можете взять ваш любимый сыр другой какой-нибудь но с плавленым сырком вкуснее и нежнее добавляю столовую ложку горкой майонеза перемешиваем 3 начинка готова вот так очень нежный торт получается сырком сплавленным перемешали готова крабовые палочки натрем на терке чесночок также тоже повторяем на мелкой терке натираем чеснок ну а на крупной терке натрем наши крабовые палочки вот так можете крабовое мясо взять без разницы все все равно перетрется также сюда добавим майонез одну столовую ложку с горкой вот как видите все кладется по одной ложке ну а весь майонез у нас уйдет не бойтесь не пугайтесь это нормально этот торт готовится такой тортик не каждый день понятно приготовьте к праздничному столу к новогоднему например ну или на день рождения готова начинка осталось порезать огурчики но мы заправлять майонезом не будем чтобы они не пустили сок не стала наша следующая начинка сильно жидкой нарезаем просто мелким кубиком натирать на терке не советую потечет все отправляем в тарелочку ну а майонезом заправлять будем тогда когда будем салатик собирать рыбку нарежем тонкими слайсами ну так уж как получится так чтобы мы смогли завернуть красиво в розочку ну или красиво уже по своим фантазиям украсть тортик красной рыбкой я нарежу вот так ну и будем лепить с этого розочки я думаю все получится листики мы помыли выложили на полотенце к они нам должны стечь обсохнуть ну к этому времени они нас обсохнут пока мы тортик соберем и так готовим крем сливочный сыр и сливки все вылили в одну тарелочку или посуду вернее глубокую я имею ввиду чашку посолили и взбиваем миксером я взбивала долго так как у меня сливки такие оказались извините ничего не поделаешь но все равно поверьте все взбилось мы собьем крем и отправим его в холодильник он у нас даже немножко под застынет если у вас там не получилось тоже как и у меня разбить хорошо до пышной массы все равно все застынет в холодильнике поверьте итак начинаем собирать наш тортик берем одну тортиль и выкладываем на тарелочку если есть кольцо ставьте нет кольца не надо тоже все соберется поверьте выкладываем первым делом рис и все это разравниваем ровненько ложкой или лопаткой чем вам удобно ровненько разложили выкладываем сверху следующую лепешечку начинки нас уже промазанные майонезом перемешанные вернее так что уже не надо за майонезом заправлять выкладываю яйца ну или следующую вашу любимую начинку какую вам хотите все равно все соберется и вкус от этого не изменится выкладываю следующую тортилью отправляю следующую начинку вот так я положу например огурчики так чтобы было красивенько посередине были зелененькая зеленый цвет вернее зелененькая выглядывала разровняли огурчики вот так вот ровненько ровненько ну теперь майонезом мы оставили майонез немножечко не забыли так чтобы наши огурчики тоже смазать посолили слегка слегка совсем чуть-чуть и теперь отрезали уголочек майонеза и вот такую сеточку сделали вот так все много не надо достаточно застилаем следующую тортилью выкладываем крабовые палочки ну или сыр тут уже без разницы я отправлю крабовые палочки также тоже разравниваем ровненько все укладываем салат торт ну вообще обалденный получится а на стол украшение это просто чудо отправляем следующий лаваш или тортилья и выкладываем уже последнюю начинку сыр торт очень нежный вкусно получается но это просто надо попробовать попробуйте приготовьте я думаю всем должно такой тортик понравится и для украшения стола и для вкуса удивите гостей застилаем следующую тортилью ну а теперь нам остается крем наш задлить крем у нас подостыл поправляем теперь вот это вот наше кольцо или раздвигаем нет кольца не надо просто сверху выливаете аккуратно крем и поправляете ножичком разравнивать и замазывайте все бока я сняла кольцо помыла чуть-чуть раздвинула естественно его вытерла чтобы он сухой был и вот такое место вставляю так чтобы мы залили крем и она у нас протек и бока смазались можно все это сделать ножом так как крем хорошо держится не течет тем более то сливки если они у вас нормальные собьются хорошо поверьте никаких проблем у меня даже не очень сбились все равно как видите все отлично получилось под застыли и теперь все разравниваем и ложечкой подбираю так чтобы крем наш протеку чтобы пока смазали если вы будете просто ножом делать естественно все ножом разравниваете смазывайте бока ложечкой или ножом и получается у вас красивый тортик рецепт оставлю под видео в описании также найдете под видео в описании ссылочки на наш семейный канал на инстаграмм хотите подписывайтесь мне осталось тортик украсить я вот обрезала листочки покороче сделала выкладываем сверху листочки листья салата вернее ну или петрушку укроп любую зелень украсть красиво тортик насколько фантазия хватает вот и все я выкладываю листья выложу красиво рыбку может розочками может как вам у вас получится или у меня получится и уберу холодильник я оставлю тортик до утра утром разрежу покажу что у нас получилось всем спасибо за комментарии за лайки за ваши добрые пожелания я не умею особо розы лепить ну как видите просто скручиваете рыбку вот так вот сворачиваете и получается розочка никаких проблем даже я смогла сделать такую розочку я думаю у вас тоже так же получится я особо еще повторяю не умею лепить вот такие вот разные украшения но получилось украшаем и отправляем в холодильник пару часов достаточно чтобы тортик пропитался я оставлю до утра всех с наступающим новым годом готовьте пробуйте ну а кому понравилось ставим лайки подписываемся на мой канал всем пока пока украшаем Аккорикман в гид печал Кайло бы мэр и лоп-там-тара Ай, ночка темная да туманная Проби меня домой Ты желанная Субтитры создавал DimaTorzok И хоть и милый, хоть и мой, хоть и летом и зимой Ой, небе, ой-ой-ой И хоть и милый, хоть и мой, хоть и летом и зимой Ой, небе, ой-ой-ой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok